ходы что дорогие друзья дамы и господа мы продолжаем изучать пирка и вот получение отцов которые зафиксированы в каждом сидуре везде получение отцов из-за великой важности понимания и знания того что они нам завещали вот эти великие знания коротко но очень очень важно мы дошли до мудреца которого звали раби йоханнан бен закай он жил в конце второго храма он спас передачу торы про него очень много сказано хороших вещей и он учился у и леля и шамая он говорил знаешь много торы постиг много духовности поделись другими ведь для этого ты здесь чтобы передавать знания торы аль так заиктовали от смеха не надо жмотиться не надо только вот себе это оставить близость к творцу знания торы поделись пожалуйста с другими потому что для этого ты живешь и теперь удивительная вещь рассказывает нам мишна по пять учеников раби йоханна бен закая просто пять самых великих учеников и здесь мишна нам говорит не только нужно учиться знания научиться качеством моделям поведения великих людей немножко сложные будут имена но постарайтесь запомнить пять учеников было раби йоханна бен закай и вот они раби лезер бен оркинус раби шо бен хананья раби оси акоин раби шо на бен атанель раби лазар бен орок вот такие пять имен и говорил нам раби йоханна бен закай посмотрите на каждого из них немножко внимательнее раби лезер раби лезер бен уркинус это был такой герметичный сосуд он говорит такая яма герметичная которая не теряет ни капли он все что учил все помнил раби лезер бен уркинус он так качественно учился что ничего никогда не забывал давайте же учиться у него повторять 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 чтобы не забывать кто учится и не повторяет как будто бы сеет и потом не собирает урожай какой же смысл раби шо счастлива его мама которая его родила у раби шо второго ученика раби он на бен закая это был такой человек приятны такие душевные качества все кто его видели им было так хорошо в его присутствии что они говорили счастлива мама родившая такого давайте же учиться у его у него его прекрасным качеством характера быть спокойным быть приятным не кричать спокойно говорить быть вежливым дальше третий ученик раби оси хасид хасид это такой благочестивый который выполняет даже то что мы не обязаны выполнять он идет на иврит называется лиф ним мишурат 1 вот из-за закон здесь ты должен сделать вот так а он чуть чуть больше делает раба ншимон бенн теннель боится греха он так устражал чтобы не согрешить раби лезер беннарох последний пятый великий ученик у него было у раби охана бен закая тысячи учеников но это топ-5 топ-5 первая пятерка последний пятый ученик раби лезер беннарох это как могучий поток поток воды его стремление его нельзя было остановить он всегда учился всегда бежал делать заповеди мощь воды вот этим всем качеством нужно учиться у его учеников и стараться у наших раввинов говорит нам раби охана бен зака если все мудрецы будут на одной чаше весов а и лазар бен уркинус 1 про которого мы говорили что он ничего не забывает он будут на другой чаще весов он перевесит всех остальных величие одного человека больше чем все мудрецы но оба шауль говорит от имени раби охана бен зака немножко иначе что если все мудрецы будут на одной чаше весов а вот этот раби лезер бен уркинус который ничего не забывает будет с ними то раби лезер беннарох раби лезер беннарох который в пятый ученик мощнейший поток воды про него сказали он будет перевешивать всех остальных то есть мы с вами познакомились с таким вот пониманием что не только знанием нужно учиться а качеством характера и моделям поведения спасибо огромное за внимание скоро будем продолжать и заканчивать второй раздел пирка я вот